Ненецкая фармация – единственное аптечное учреждение, которое обеспечивает населённые пункты округа лекарственными препаратами и медикаментами. Раньше доставка лекарств на село субсидировалась из районного бюджета. С тех пор, как программа прекратила действие, Ненецкая фармация несёт большие убытки. На тот период деятельность организации была безубыточная и сортимент товара, который был в продаже, был разносторонний. С момента прекращения действия этой программы предприятия ежегодно накапливают убыток. Убыток составил по 2019 году по доставке лекарств на село 3 миллиона 600 тысяч. Это годовой убыток за 19 год. В те годы, когда ассортимент был шире, то эти расходы и убыток были немного больше, чем 3,6 в 19 году. Но это добавляло ассортимент. В предприятиях, чем сложная сегодня ситуация, что у них нет оборотных средств. А в рамках, хотелось бы понимать, что в рамках коронавирусной инфекции, наоборот, должно быть плюс. Оказалось, что это большой минус, потому что все поставщики без 100% предотврата сегодня перестали работать и требовать 100% предотврата. По словам представителя Департамента финансов Сергея Михайлова, даже если окружной бюджет возьмет на себя расходы по возмещению убытков Ненецкой фармации, это не решит проблему. Если даже за примеры взять цифры, то за 2018 год убытков было 4 900, а по транспорту только 3 300. То есть даже если мы вот так вот точечно будем помогать 3 300, то предприятие будет все равно на полтора миллиона убытки. Это за 2018 год. За 2019 год также убытки 3,5 миллиона, по доставке 2 300. Это еще убыток плюс 1 200 000. То есть в это точное решение проблемы по Ненецкой фармации, оно не поможет, но предкомплексом в целом. И, как Салатий Анатольевич, принимать решение по другим направлениям также. Хоть как-то вывести препятствия из этого убытка. Это раз. Второе. Если же просто субсидировать и не принимать других каких-либо мер, я не могу там говорить конкретно каких, то они все ли убытки нарастятся дальше? То есть если мы просто будем подкидывать денег, но не менять саму ситуацию, то ситуацию нам сильно не спасет. По словам председателя постоянной комиссии окружного собрания депутатов по социальной политике Анны Булатовой, в адрес депутатов неоднократно поступали обращения от жителей региона о недостаточной обеспеченности лекарственными препаратами и медикаментами. Учитывая сложившуюся проблему в Ненецкой фармации, необходимо проработать возможные пути экономического оздоровления аптечного учреждения. Месяц дано для определения позиций со стороны департаментов, чтобы выйти из создавшейся сложной ситуации, потому что эта ситуация копилась и появилась не за один год, она тянется уже с 2013 года. Все эти долги, которые составляют на сегодняшний день 15 миллионов, они возникли в течение 7 лет. Поэтому совместные здесь решения необходимы. Но надеемся, что департамент через месяц нам предоставит полную информацию, как можно видеть из создавшейся положения. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север».